все похоже мы в эфире пока альфия что-то там делает слышно ли меня нормально слышно интересно потому что у нас телефон довольно далеко доброе утро доброе утро слышно ли нас трассите слышно все отлично слышно это хорошо мы впервые ведем прямой эфир и с нового дома альфии она переехала дом дача дача дом вот и я сама тут впервые я еще была только в этой комнате потому что короче 9 я просто немножко задержалась и получается что я была только еще в этой комнате значит не посмотрела вот и оказывается с тремя детьми собираться уже не так быстро с утра гораздо дольше как выяснилось да указалось а я сегодня встала в 4 утра вот тогда я бы успела все если бы я стала в 4 утра я на стирку загрузила и погладила предыдущее белье и повесила предпредыдущее белье нет погладила пред предыдущие предыдущие повесила и я на пробежку сходила я так понимаю ты сторисы мои не смотрела нет посмотри у меня там окровавленная нога короче бежал я даже не заметила прикинь я снимаю кроссовку у меня там просто весь носок в крови это что случилось не знаю что-то пошло не что-то пошло не так это пошло не так на 5 километров я прибежала в общем и пост утренний я не успела проморгала нет я не проморгал я его не успела он у меня почти готов сегодня шикарная акция у нас запланирована в посте не пропустите точно не пропустите да после прямого эфира я его это то что как раз и вы спрашивали да да частенько спрашивали вот у нас сегодня коллаборация степла и маша расскажешь я думал мы так подогрели так задалека зашли так и не сказали ну вот коллаборация стекла и маша у нас будет в подарок описание от нее перчаток вот я сама вязала по этому описанию и всех призываю вязать перчатки не по описанию маша вызывая призывая вязать перчатки для начала потому что это не страшно все боятся вывязаны этих пальчиков я сама этого боялась года три да вот сколько я не знаю сколько ты боялась в общем и нашла человека и благодаря подписчикам мы я написала пост попросила порекомендовать и вот очень много было рекомендации именно маши я купила у нее описание за деньги не не знаете это коллаборации именно честно и то есть не так что мы там списать маша давай там мы совместный пиар да 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 нет нет я купила у нее описание связала по нему перчатки вы решили что если описание будет классным и то я его как раз порекомендую описание действительно понравилось я без проблем связал перчаток все будет очень подробно как спрятать ниточки как избежать дырочек между пальцев ну в общем по размерам на любой размер вы причем купите одно описание вы поймете суть и вы сможете связать на любой размер себе хоть мужские хоть взрослые хоть детских эти женских хоть кому в общем и вот такое описание будет в подарок при покупке кашемира я считаю все таки перчатки должны быть из кашемира потому что он тонкий теплый я все таки считаю что перчатки должны тоненькие особенно мужские тонкие теплые и несмотря на то что кашемир дорогой его надо очень мало на перчатки меньше 50 грамм чуть меньше 50 грамм даже на мужские по моему да да в общем 50 грамм вам точно хватит вот да и одной парой вы не ограничитесь по-любому вы захотите слизать кроме как себе кому-то еще и получается что вы купите пряжу на две пары перчаток кашемира и вам будет описание в подарке что что вообще очень классная классная затея идея коллаборация она мы ее уже проводили она была очень тепло вами встречена и ну то есть тем постом мы многих подтолкнули сделать шаг к перчаткам и многие написали что действительно не страшно что они связали не одну пару вот что очень порадовал обычно когда приходят в дом дверь за собой закрывают запирать не обязательно хотя бы закрыть ты в последний ходил нет учет там прятала пакет какие-то нет это не дверь там у меня гардеробная так сколько стоит описание описание перчаток да бесплатно будет при покупке пряжи 100 грамм кашемира потому что здесь у нас так давно не было прямого эфира ведь как мы волнуемся последний был аж на месте усидеть не могу в апреле был последний прямой у нас есть еще одна идея прямого эфира такой так такая классная необычная у тебя не было прямых эфиров а у меня не были они такие рабочие я стрессовала я имею ввиду такие визуальные болтальные ни о чем когда ты вдвоем рассказываешь что-то это легко а когда ты один без остановки говоришь через органы ты понимаешь что кажется что у меня отдыхание сперла немножко так что хотела сказать еще я твоя нога эфира следующего классно у меня пока странно ходить а пока нормально да не знаю у меня вот здесь все в крови было где причин ты нашла нашла там ранка ну видимо просто уж как-то бежала как-то вот криво наступала я не знаю натерла а прямо тему прямого эфира ну пока наверно не скажем да раз уж я раскрыла тему того а сами хоть немного какой-то интрига там уж ничего того сверсти и сверх естественного нет просто это необычный для нас формат и да вообще для вязального блога там не о вязании мы просто познакомьтесь мой босс он будет мешать нашим прямому эфиру сегодня так афья подмениме так а вообще я вчера купила спортивный топ и и поэтому это смотивировал меня бежать сегодня и спортивный это единственное что я сейчас да и спортивно да я вчера не примеряла да мы в общем когда выбирали выбирали выбрали топ цвет а потом такие поменяли штаны и что-то все как-то поменяли а топ сменить забыли и на кассе уже там такой же есть черный я такая как бы уже на платье не охота и мы в общем взяли так на риск на свой страх и риск и я вчера не примерила и нормально был и сегодня я побежала в нем вот и я короче довольна осталась мы вчера первый раз были в миге такой засвет я почему-то очень как привидение потому что я вот так сделала но я хочу быстренько прочитать что мы вчера ходили в мегу первый раз у нас где-то неделю назад открылись торговые центры мы вчера сходили в мегу и но мы пришли вовремя мы так спокойно зашли причем на сначала что-то не было маски мы еще пока за масками там машину ходили в общем Мы спокойно зашли, а когда уже вышли, мы там пробыли часа два, наверное. Причём мы зашли просто пообедать, а потом одно другое, и тут костюм появился. Что-то пошло не так, говорят в таком случае. И я вышла с костюмом. И мы выходим, и там такая очередь на вход. Сначала смотришь, ой, такая толпа, так много народа, потом смотришь, ой, да там ещё и очень... А потом, когда начинаешь уходить от меня, я от задания подошла, смотришь, там очередь, это нам просто не кончается. Вдоль парковки идёт. Вот, и мы такие, и я такая смеюсь, ой, вот прям людям срочно прям понадобилась футболочка, и такая самая иду. И такая кроссовки, прям срочно понадобилась красотка, через 15 минут Альфия, а ты мне нужны кроссовки, пускала кроссовки. Я говорю, мне срочно нужны песоножки под это платье, прям типа кровь из носа надо, я прям жить без них не могу. А я-то вообще сегодня второй день вышла на волю, две недели сидели дома, так что я вообще прям... Скиньте ссылку на Машу. Так, подожди, я перепутала, смотри, перчатки от Тёплой Маши, здесь отзыв уже, что они огонь. Да, это правда. Поэтому я думала связать перчатки сама, и потом написать описание. А потом думаю, зачем я буду писать описание, когда есть аккаунты и девушки, которые узконаправлены именно по перчаткам или носкам. Или по перчаткам и носкам. Они на этом съели собаку, они связали их десятки, они уже прошли через все ошибки и исправления, они знают все нюансы. И я решила всё-таки, что лучше взять, сделать такую коллаборацию с человеком, который уже более опытен в этом вопросе. Вот. Скиньте ссылку на Машу, ссылка будет в посте. Обязательно я отмечу Машу. Если вы не захотите покупать пряжу, вы сможете просто купить у неё описание. А если спица ни разу не держалась, справлюсь? Ну, наверное, нет. Ну, хотя бы, если вы знаете Азы, там у неё расписано суперподробно. Настолько, что мы с Альфиёй просто перелистывали часть текста, потому что вроде кратко даже понятно. Схематично. Если схема увидела, всё, там уже читать не надо текст. Да, то есть, в принципе, там очень подробно. Он у тебя спать хочет? Давай я его включаю чуть-чуть вот так вот. У него глаза залипают. Да. Я могу вот туда вот так вот. Нет? Вытаскивай. Да, долго. Так, что я хотела сказать. Вот. Если вы ни разу не держали спицы, чтобы связать перчатки, нужно хотя бы знать Азы. Как вяжутся, ну, как набираются петли, как вяжутся лицевые изнанки, как замыкать круг. Что там ещё? Ну, резинка, гладь. То есть, основу нужно знать. Там нет такого, что вот мы берём вот это спицы. Так набираем петли. Там такого нет, конечно. Самая основа нужно знать. Ну, либо гуглить это отдельно просто. А сколько стоит кашемир? В общем, я сейчас весь свой пост тут и расскажу. Кашемир стоит 12 рублей за грамм. Мы предлагаем два варианта кашемира или три даже. Три варианта кашемира, но там цена, по-моему, одинаковая на всё. Там цена немножко разная, да, но там и условия покупки кашемира, по-моему, количество мотков. Потому что какой-то моток идёт 25 грамм, какой-то 50 грамм. В общем, нет, я позиционирую на две пары перчаток. На две пары перчаток. И которые в три нити на три моих. А, да? Да. Ну, в посте я распишу. Там действительно три позиции кашемира, чтобы уж был выбор большой. Там кашемир лорапиано. Там кашемир лансдунор. И второй, да, тоже. Один вяжется в три нити, второй вяжется в одну нить. Он сам уже по себе толстенький. Но там цветов мало. Вот. Поэтому всё будет в посте. Вот как прямой эфир закончится, где-то мне нужен час на пост. Ну, фото есть, ладно. Не час, 30 минут, чтобы написать текст. Вот. Ручишь, дети, на низком старте. Девочки, я связала в прошлый раз. Действительно не страшно. И уже три партия. Вот. Я и говорю. Поэтому-то и удобно, что мы предлагаем несколько. На две пары. Да. На две, на три надо. Одной парой вы точно не ограничитесь. Так, здравствуйте. Как ваш малыш? Спасибо. Всё хорошо. Малыш вообще попался спокойный товарищ. К счастью. Надеюсь. Это родина его успокоила. Да, да. Там-то он немножко пьянен. Что за часы? Это гармин часы. Такие для бегунов, для спортсменов. Я, конечно, не спортсмен, но я планирую им встать. В прошлом. Да. В прошлом. Да, в прошлом. Да, в прошлом, да, в перерыв. Вот. Свой костюм. На декрет. Мой костюм. Мой костюм. Это просто масс-маркет. Это комбинезон. Комбинезон, да. Комбинезон, да. Я ношу то, в чём удобно кормить. В общем, видите, одна пуговка раз. И готова. И еда готова. Да, и еда подана. Подана. Кушать подана. Да, это next, по-моему. Какие у с тобой веселушки, шутнички такие. Да мы с Альфой вчера договориться не могли, друг друга перебивали. Вот. Так, добрый день, девочки. Поскажите, какая пряжа, кроме кошейр Ланы Гросса, может подойти для джемпера Калейдоскопа? Нет, давай я на руки возьму пока. Вот. Для джемпера Калейдоскоп. Ну, в первую очередь, кошейр. Ну, она пишет кроме кошейр. А, кроме кошейр. Потому что, ой, конечно, мне больше всего нравится кошейр, но он, вот, сняли его с производства. Ну, у нас было много в любом случае. Здравствуйте. Кто не видел плачущего ребенка? Кто давно вообще не видел? Сейчас мы вам, да. Да, не плохо. Просто кошейр, он такой особенный за счет того, что он в виде шнурка. А нить в виде шнурка, она всегда отличается толщиной и метражом. У нее всегда обычно длинный, длинный нить, метраж хороший. И в то же время она толще, чем не шнурковые аналоги. Вот. Поэтому тяжело подобрать, да, что-то такое. Вообще, девочки в этом, в совместнике вязали из разной пряжи. Знаете, главное, чтобы она была летняя, не тяжелая. Хорошо, если это будет какой-то шнурочек. Ну, вообще, я этот узор вязала еще из этого. У нас есть лидия пряжа, но там расчеты нужно будет переделывать. Ну, в любом случае, если вы извяжете другой пряжи, там расчеты другие нужны. Или выбирайте метраж такой же. Вот. Сейчас я ему дам этот. Вот он у меня засыпает. Ты вот сюда сядь и ту дай. Что, дай грудь? Я не собираюсь. А ты не собираешься? Я, конечно, кормила везде. Это в Америке я кормила у любой достопримечательности, где мы были. У Ниагарских водопадов. Без проблем. Везде. Да, скажи, это смешно. Вот. Поэтому под калейдоскоп, конечно, я бы советовала прям каши, пока его реально купить. Пока его реально купить. Вот. Потому что переделать расчеты там особо не переделаешь. Там узор на... Ну, по плотности на 50 бирам. Здесь что, на 60. А теперь мой выход. Почитаем, что вы тут пишете. Раскройте, пожалуйста, цену... Раскройте, пожалуйста, цену. Описание у Маши. Ой, я не знаю, сколько у нее стоит. Алсушка у нее покупала. Но, в общем, у нас она идет в подарок при покупке пряжи. Мне кажется, это выгоднее, чем просто покупать описание. Вот. Ну, не знаю. Это, возможно, мое субъективное мнение. Добрый день, девочки. Есть ли у вас описание на джемперы? Только присоединился. Извините, если уже говорили. Ну, у нас... Есть джемпер вот калейдоскоп. Есть пулловер Freedom. Есть... Что у нас все есть? Какие у нас описания джемперов-то есть? Я что-то забылась. Пулловер Freedom? Да. Ну, смотря какой, теплый. И все, что ли? А, свитер альпака у нас есть с таким горлом высоким. Вот три, по-моему, да? А у нас в описании... У нас есть аккаунт... А ты нас загрузили все, Альфия? Нет, еще не все, кстати, загрузили. Я уже несколько раз говорила. Мы напишем, мы выложим этот аккаунт, где у нас все описания. Мы пост вечером, наверное, напишем сегодня, да? Там же еще не загрузили все описания. Сначала надо все загрузить, а потом... Ну, в общем, в ближайшее время, да, у нас есть аккаунт, твое хобби, нижний подчеркни, МК. Вот. У нас есть, в общем, когда вы вводите твое хобби, выходит либо этот аккаунт, либо твое хобби сейл, где мы выкладываем пряжу по распродаже, либо твое хобби МК, где у нас представлены все наши описания. Малыш уже такой большой, вообще, да, огромный. Я надеялась встретить вообще просто малюшку. И удивиться, разве дети такие не бывают? Да, типа дети такие маленькие бывают. А тут волшебка вытащила сразу такого большого. Я сама тоже, я вот такая смотрю на него и думаю, он же такой уже большой. Ну, он же должен быть маленький. Да. А вообще всегда же удивляешься. Да, да, нет, что-то как-то вырос очень быстро. И вот я пропустила такой интересный период своего племянника. Рожайте, рожайте, что им нужно. Так, подскажите, есть у вас рафия в продаже? У нас рафии есть, фирмы Экоандария. И цвета там такие интересные. Есть несколько бежевых таких соломенных цветов. Есть, по-моему, белый, фиолетовый, пудровый, синий. Вот синий мне очень нравится, мне кажется, это так интересно. Синий сумочек, синий шляпочек, тёмно-синий, не типа такой, да, голубой, то есть джинсовый цвет такой джинс. Просто напишите в директ, чтобы вам пост отправили. Прислали фото, потому что я недавно только, кстати, сторис снимала по этому поводу. Вот, и также у нас есть описание в продаже на Экоандарию. Говори по-грумче, на графию. Я кажется, так у нас телефон далеко, что у нас ничего не слышно. Да, всё, всё, вопросы закончились. Давай, может, мы расскажем, что ты вяжешь. Ну, это я уже умрула в пасте. Я бы рядочек, кстати, вязала. Можно я рядочек свяжу? Рядочек свяжи. Чтобы я знала, что это такое вообще. Там платочек сначала, ты же видишь. В общем, это новинки от Модиал, которые нам прислали, и мы начали вязать из них образцы из целого мотка. Вот я планирую. Вот эта пряжа, конечно, прям... Кстати, такая она толстенькая. Она, кажется, в мотке такая, ну, не толстая, да, а вязь прям Да, я тоже удивилась. Ага, на четыре с половиной. Знаете, сейчас я вам прочитаю состав. Там просто чего только нет. Здесь и пайетки, и люрекс, и сама пряжа. Альпака там, по-моему, и... Покажи, попробуй поближе. А тут и вяжешь, а о чем говорим, непонятно. Вот такая нить. Видите, тут пайетки. Так, подождите, вот найду пайетки. А, нет, их как-то не передается. Пайетки, ну, наверное... Ну, не видно, да. Ну, вот, 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 одну увидели. Во всяком случае, в этом цвете все так сочетается, да, Альфия? Надеюсь, и в остальных цветах палитры так же. Итак, это Мондиал. Зачитываю состав. Тут просто я... Мы с Альфией смеемся, как мы будем это в посте писать. Тут просто целый текст. Да, 30... Ой, 18% вискоза, 15% меринос, 15% альпака, 10% хлопок. Тихо, тихо. 10% хлопок, 5 микрофибра, 5... Так, почему отдельно писала микрофибра? Ну, это всякие блестки. А, полиэстер, да, полиамид, потом 2% металлическая нить и 30% уже синтетика, микрофибра. Потому что тут, кроме люрекса, есть еще одна блестящая нить, то есть вот одна из них как раз там полиамид, вторая полиакрил, третья... Нет, в общем, здесь 30% синтетики, остальное натуральное, и по 5% это вставки вот эти металлические, металлизированная нить, пайетки, и вот ты сказала еще какая-то синтетическая декоративная нить. Еще одна нить, да. Она придает именно блеск, не блеск, а вот как шелковистость такую. Люрекс, он придает мерцание, а этот придает блеск. Вот, так вот. Но вязать, кстати, достаточно легко, приятно. И главное приятно. И она совершенно не колется, не чувствуется, не люрится. Она такая мягкая. Пайетки настолько маленькие, и они как будто бы мягкие, что ты не чувствуешь, что ты их провязал. Обычно, когда вяжешь пайетки, ты чувствуешь, как бы, вот она, вот попала сейчас, а ты так вот вяжешь, и совершенно не успеваешь уследить, что у тебя в нити именно в этот момент вот проскочила пайетка. Мне понравилось. А я вот вяжу все свой жилет. Я перешла уже на спинку. Вот сейчас спинку довяжу, мне уже там чуть-чуть осталось соединю плечи, и буду обвязывать бровину, горловину. И готово. Кто на совместник? Кто меня упрашивал, да? Я всех запомнила. Я прям так посты напишу, я всех запомнила, кто просил, потому что просили очень много. И если не наберется на совместник, я буду очень оскорблена. Это угроза, это угроза вообще. Так. Ну, я, кстати, очень удивилась, когда потрогала эту пряжу. Просто я вот, я ее потрогала буквально, когда вчера, вот эту вот пряжу, я же ее когда прилетела, только увидела, я ее поставку последнюю пропустила. И я была просто в шоке, знаете. И мы как раз видео сняли, как Алсу была в шоке. Мы скоро, надеюсь, смонтируем. Смонтируем, да. Я, в общем, я, эту пряжу мы думали, брать или не брать, да, по экрану, мы потому что ее выбирали удаленно, и по экрану было непонятно, как она выглядит, какая она мягкость, но она, девочки, я не знаю, с чем сравнить эту мягкость. Это что составит здесь? Это альпака на шелке. Такая толстенькая. Просто, это, это, я не знаю, полный альпака и он ли шелк. Я не знаю, это вот, знаете, просто альпака чуть колется. Не колется, она мягкая, а здесь она мягкая, такая, за счет шелка, что ли, я не знаю. Текучая за счет шелка, мягкая вот эта вот. Она просто нереальная, просто нереальная. Вот, вот, Эко Скай, Эко Скай кто пробовал, вот она чем-то похожа, Но боли какая-то шелковистая Да, пушочек, да, да Тут всё-таки альпака Всё-таки, а вот пишет, какие вы уже большие Ещё раз Да, вот я ищу чем прикрыться Хочу выйти к вам в эфир Но кормлю и не пойму Здравствуйте, мне очень приятен ваш эфир Спасибо, нам тоже очень приятно Мы, кстати, очень давно не выходили Доброго утречка, доброго Мне, кстати, ну, в каждом регионе Время-то отличается Я как раз сегодня бегу Бегу, и мне кто-то звонит, какой-то номер И я так шокирована была, время 7 часов утра И мне кто-то звонит А если бы я спала, например, да И оказался СДЭК Они, не знаю, они, по-моему Я так понимаю, из Казахстана звонили И я говорю А вы знаете, что 7 утра сейчас Они такие замялись Я уж положила трубку, чтобы не слушать их извинений Чтобы не заставлять их извиняться перед собой Асу границы открыли Границы сейчас не знаю Но там же рейсы бывают Своих граждан просто забрать Как это называется? Сейчас она придет, расскажет Я ей задам этот вопрос Ваши умелые руки Заряжает позитивом Спасибо большое Пряжа Мондиал Из которой вы вяжете Сколько стоит Она есть у вас в магазине Вот, кстати, по поводу заряжает Вот мы же тоже в свое время Так через Инстаграм И начали вязать Меня так же вдохновили Вот эти вот фотографии пряжи Фотографии вязания Фотографии каких-то процессов И вот после этого Естественно, это подтолкнул декрет Ну, как бы в декрете Ты смотришь Инстаграм Теперь чего-то хочется И ты начинаешь это вязать Вот И мне кажется, все вот так Друг другу заряжают Не сидится Да, заряжают Заряжают друг другу Вот этим позитивным настроем вязания Сохотела Это в принципе вязание Ведь это такое занятие Такое спокойное Сродни медитации Но это смотря кому Некоторые же говорят Что ой, я никогда не буду вязать Потому что там Если что-то не будешь Там же аааа Типа Ну, есть, есть, есть Нервишки тоже Треплит иногда Ну, нет Даже если что-то не получается Я как-то, ну, вот Меня это не бесит Я, конечно, расстраиваюсь Но меня почему-то это не бесит Вот Пряжа Мандиалс, которую вы вяжете Сколько стоит Она есть у вас в магазине Она будет у нас в магазине Пока ее нет Это тест Мы уже на первых же рядах Приняли решение Что она будет Потому что она очень классная Мы ее приняли Это приняли решение Еще в Италии или в Германии? В Италии Да, или когда нам презентовали ее Когда она еще Ну, нигде как бы Ее не было Мы на нее посмотрели Сразу попросили моточек Мы уже опытные В этом плане Мы уже сразу берем моточек Стараемся по пути Например, в самолете Или где-то в поездах По пути не получилось По пути не получилось Вот только сейчас руки дошли Да, ну, иногда так бывает Просто мы, когда ездили Мы потом с мужьями ездили Мы с ними встретились И там уже как бы недовязание было Причем через неделю Ой, тьфу ты Через месяц примерно Эта пряжа будет Я надеюсь, все остальные цвета Тоже так красиво подобны Видишь, здесь не просто белая А белая, черная Ну, она прям красивая Прям очень Очень красивая Очень И мягкая Но по расходу я уверена Что она будет, знаете, такая средняя Образец из мотка получится небольшой Но и не маленький Только средний На женский свитер Небольшой и не маленький Невысокий и не низкий Да Вот В общем, средний расход На взрослый свитер 42-44 Наверное, 8 мотков Я так думаю А что, они-то что говорят Сколько мотков? Что, что? Что они-то говорят? Посмотри Что заявляют? Я что-то, кстати, не посмотрела Что-то 10, да? 10 мотков На 48 Просто я не понимаю Какие это размеры? 42-48 48 это какой? Больше 350 грамм Это джет джуниор Ух, спасибо С утра пораньше Детьми Я же только еще второй день Собираюсь куда-то Не дома сижу Я пока вообще не втянулась Я пока Я сегодня Я завтракала у Альфиев Своим завтраком То есть я успела приготовить Отварить яйца Ты говоришь, как будто я такая Нет, не гостеприимная Нет, зачем? Я отварила с утра себе яйца Потому что каша сгорела Понимаете, да? Каша сгорела Вровень моих сборов Да Впервые вообще Чтобы сгорела каша Я не знаю Вот Каша сгорела Типа у тебя такого никогда не было? Ну, я не припомню Ну, может Я уж не говорю, что прям не было Может, когда-то было Но я имею в виду Это просто шок для меня Что я сегодня Я встала в семь Я должна была сюда К прямому эфиру К десяти Мне ехать пятнадцать минут До сюда И я просто ужасно Ничего не успела И У меня просто еще Параллельно идет совместник По Комбинезону детскому И вот я на него сегодня Прилично времени потратила Поэтому Клюра не Вот И Что хотела сказать Вот И яйца пришлось с собой Их даже не успела съесть В пакет И думала По дороге сейчас съем По дороге тоже не получилось Сюда пришла Перед прямым эфиром Быстренько Быстренько съела Ну, в общем Не просто Непростая задача у меня Первая Если дома, конечно Не позавтракать Сложная Я вот тоже Взяла один раз с собой кашу Ну, что ты С собой С собой С собой взяла кашу на работу Ты еще круче, чем я Думаю, сейчас детей Думаю, сейчас детей отправлю Думаю, ну, каша же есть Че пропадать добру Возьму с собой Принесла Она же остынет Уже вообще А что у нас Микроволновка есть же В работе Не знаю Не пробовала Не знаю Синь с утра в микроволновке Грела Я всегда грею еду Я пока ее поставлю Пока туда-сюда Уже Я ей кофе грею В микроволновке Нет Остывшую не люблю Потому что И вот, значит И что-то заработалось И уже как-то обед Вроде меня Как раз, по-моему, Мой муж позвал на обед Я уехала И что-то я так Эту кашу и забыла И я через три дня Прихожу после выходных Этот пакет там так и стоит Видимо, ну, никто не посмотрел Что там такое Ну, пакет Пакет лежит На кухне И что там? Расцвело? Да там он почти заговорил Со мной Поздоровался Я вот так его несла Ну, в общем, да Это к разговору о том Как вы, девочки, все успеваете Ну, как-то вот так Вот так вот С ребенком Ну, как все Как все ничего не успевают Да, все на ходу На ходу На ходу Ну, вот Такое веселье Сейчас А, еще второй образец Альфия, доставай У меня руки заняты У меня же еще один образец вяжется Еще одна необычная пряжа Тоже Мондиан А, вот эта А она у нас будет разум Мы решим, что будет Вот Вот насчет этой пряжи Мы пока думаем Что ты плотненько Ты вяжешь сразу Сходу Это шапка Ага Ну, тогда ладно То есть это просто образец А можно примерить? Да Пожалуйста Прошу Резинку снимите Все, ты вообще Задрут Да потому что очки Ой, я так ничего не вижу Ну и хвостик Что ты Что ты позоришь Мою шапку? Все, ладно, ладно Я просто сегодня говорю Из-за Ну, вот Пушистая стала Из-за обега Поэтому я собрала волосы В общем Эта пряжа В пасме идет Презентуй, пожалуйста Ее поближе Крупным планом Вот такая она Красивая Не Альфия А пряжа Я уже хотела Только про это сказать Это отворот Вообще-то предполагается Ну ладно Пусть так Ну пока, да Сейчас я по-разному Вот Синтетики Ну как много Не более 50% По-моему Но мы обычно Не берем 50 на 50 Мы не любим Когда много синтетики Максимум там 40 Здесь тоже есть Немного люрекса К хорошей нити Но он Не такой Не вычурный Он не вычурный Да Что-то не может Приспособиться Вот Я там выглядываю Я тоже Не видела И нить такая Типа ровница Но не ровница Чуть-чуть Ровница Чуть-чуть Крученая ровница Крученая ровница Такая Вот Видите Строители наши Вообще обалдели Такие трудоголики С 7 утра пилят Ладно С 7 утра Шуповертами Раньше делали Да Там что-то там Пилят Пилят С 7 утра С 7 утра Я смотрю 6,48 Я думаю Ну А это ваши Вам что-то делать Нет Ты что Я бы их выгнала Вот И вот Насчет этой пряжи Вопрос Я решила связать Прям шапку Не просто образец Образец А ее Износостойкости Ничего не скажет И я планирую Ну заказывать Венерк что ли Так очки Венерк что ли Пишет Что-то Систр выезжает Сейчас к нам Систр выйдет Выехала Так И вот По поводу шапки Опять же Я хочу Заказ-то срочно Делать надо Я планирую Альфия Надевать Снимать Надевать Снимать Прямо так Сидеть Надевать Снимать Надевать Снимать Надевать Снимать Не поняла Ну посмотрите Насколько она Настойка Вот эта пряжа Из-за синтетики Этой Просто она Реально Очень красивая У нее Очень красивая Палитра Она нереально Красивая В пасме Очень жалею Что я Это не сфоткала Да В пасме Красиво Ты вообще Что размотала Надо было В пасме Я причем Перед тем Как размотать Думаю сфотографировать А был уже Девять вечера Я такая думаю Я уже настроилась Вязать Я уже настроилась Вязать И Ну Не хотелось Все откладывать На завтра Потом завтра Смогу вязать Не смогу Я уже все Распортила Вот И цвета У этой У пряжи Красивые Поэтому Хочется взять Но есть вопросы Хрипит Храпит Вот Это все Что у меня есть В сумочке Больше Больше у меня Там ничего нет Ну вот А еще У нас есть Несколько классных позиций Но мы вчера Их забыли взять Из студии Чтобы вам показать В мегу же спешили В мегу Покушать Тоже Ну мы просто В первый день Вчера увиделись Вот И Это все новинки Вот та по-моему Не новинка Не коллекшн Та пасма по-моему Не новинка А вот эта вот Точно новинка Еще у нас В студии новинки Классные есть Которые мы уже точно Закажем Вот И причем Заказать надо уже Прям до конца Этой недели Успеть Сегодня Успеем Нет Сегодня 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 Завтра Вот Поэтому Ждите Новенькое И еще Из Италии 22-го Завтра Уже Выезжает Партия Новинок К нам Бобин Тоже много всего Интересного И классного Как всегда С хорошим составом Мы выбирали В том числе Лето Тоже будет Чуть-чуть Отлично будем ждать Новую ниточку Да Мы сами ее будем ждать Потому что Нам тоже Она очень приглянулась Что на спицах Не сначала эфира Смотрю Это Альпака С шелком Вот Мы ее тоже Очень расхвалили Очень расхвалили Чуть-чуть Только упомянули Очень расхвалили Ну вообще У нас Честно говоря Мы акцент делаем На хорошего Состава пряжу Единственное Позавчера Помню ты писала После У нас был прокол С шелком Мы конечно Очень разочаровались Ну там все Все разочаровались Там все Как бы Да Но Мы же Стараемся Минимизировать Предыстория В общем Предыстория Мы заказали шелк Буретный У нас был он Его раскупили Очень быстро И он был хороший Да И я его ношу Футболку Эту вообще постоянно Прекрасный буретный шелк Все Мы заказали Ну не такой же Потому что такого же нет Мы заказали тоже Стопроцентный буретный шелк Нам его выслали Пришло несколько цветов Мы связали образец Из-за одного цвета Постирали Все отлично Распродали за два дня Всю партию И оказалось Что три цвета Из которых мы не связали образец Мы связали из одного Три цвета оказались с эластаном О чем нас не предупредили И мы главное написали поставщику Что вы знаете Вот у вас там оказывается эластан был Она говорит Да Надо было вас предупредить Что У меня был шок Что человек знает об этом Ну как бы он знал Не знаю Странно Вот В общем мы очень расстроились Мы конечно сразу написали пост Мы готовы Обменять Мы заказали новый буретный шелк Стопроцентный И его отправим в замену Вот пишет У вас много всего интересного У меня глаза разбегаются Все хочется Ой Вот на самом деле Я там работаю Мы стараемся над таким ассортиментом Да Вот например Мы там работаем И Тоже хочется связать Из всего Вот просто Из всего Потому что Все нравится Но это же просто Невозможно Из всего связать Что-то Ну вот благо Что-то раскупают И уже как-то Не заглядываешься У нас еще есть иммунитет Немножко Знаете Я была в Америке Нет у нас иммунитет Никакого И я была в Америке Ну все равно Ты что Я была в Америке Когда Я писала Посты У нас тогда Не было поставки пряжи И мы писали Не про новинки Тогда Мы писали про то Что есть И про то Что мы уже писали То есть повторные посты Были Повторки 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 Наклейки Давай Повторки Вот Чу-чу-чу Вот И знаете Я пишу пост Пишу про пряжу Ее состав Метраж Вот А вот И идею Люблю подавать В посте А вот из этой пряжи Можно то связать Я вот вижу Эту пряжу В таком изделии Я прям пишу И думаю Ба Я приеду Возьму эту пряжу И свяжу Вот то-то И так Почти Про каждый пост Я думаю Ба Почему я не обращала Внимание на эту пряжу Она такая классная Думаю Приеду Свяжу То есть Составы Да И мы подумали И мы подумали Ну зачем Мы будем продавать Если мы можем Лану Бросу Побольше Ну это наше Опять же Субъективное мнение Но мы привозим Как бы в свой магазин То, что нам нравится Что из чего бы мы хотели вязать Из чего мы видим Ну собственно Мы из этого и вяжем Зачем нам привозить То, что не нравится нам Так С мужчиной в эфире Молодчинки Здоровья вам Да Мужчина Двое мужчин Еще наверху Девочек отправили в садик Сейчас еще один мужчина приедет У нас будет Кстати Мужская компания Три сестры И мальчики Звонок Но мы С вами Шелк с люрексом Собирается Нитка при вязании Собирается Снять шелк А, это вот буретный Тоже возврат Тоже возврат Да, про него тоже написали Это вот та же поставка У нас оказалась С буретным шелком Какая-то печалька Привет Ну не со всеми Не со всем буретным шелком Оказалась печалька Нет, не совсем Не совсем Там было несколько цветов Вот с ними А выкройку майки в сеточку Где можно найти? Поделитесь, пожалуйста Описание есть у нас Есть Не совсем описание Онлайн Онлайн мастер-класс Можно Входить В любое время Да Мы можем вас добавить В этот онлайн мастер-класс Надо, кстати, выложить Сторис Фотографии девочек Которые связали Майки В рамках этого Да Онлайна Получились прикольные Вообще Ну такие же Они прям цвет тоже Такой же Да Просто размер Чуть поменьше У меня какая-то Такая большая майка А мне нравится Что она большая Я у Альфии забрала Ее себе в гардероб Мне она прекрасна Получила вчера пряжу Крутую Махеру Люрикс Пытаюсь просто вспомнить Это из новинок тоже Дождалась Правда, почему-то Через Новосибирск Ехала Главное Пришла Спасибочке Да Мы этот Вопрос Ты ее не видела Ты ее не достала Ее быстро скупили А, да ты что Ну вот Но когда выбирала я ее Ну ничего Розовую еще не пробовала Розовую не пробовала Это про что? Это про бурет опять? А что это за пряжа же на шелке Такая интересная Это альпака? Альпака на шелке? Надо написать пост Да Я напишу пост Когда, наверное Может, завтрак Может Или Нет, просто сказать Что в прямом эфире Много вопросов И вот она Один и тот же человек Спрашивает Так Анна Романов Здравствуйте Это про меня У вас все прекрасно Здравствуйте Класс Спасибо огромное Вот Что еще О Сумы Хотели сказать? Я вчера купила Кстати, маску В лаж Я всю Самоизоляцию Хотела Вот именно Когда началось? 28 февраля Или 28 марта Закрыли всех? Марта Марта И вот, в общем Когда закрыли Я тогда еще думала Вот когда все Ходили к нам за пряжей Активно То, что закроют Чтобы было что делать Я все ходила Маски скупала везде Для лица Для всего Просто для ног Кто покупал туалетную бумагу Кто пляжет Кто маски И вот я думала И вот лаж Я не смогла купить Я думала Надо заказать онлайн Наверняка есть онлайн У нас же как бы Все онлайн работает И у них онлайн Был дороже Как-то что-то там И в наличии Не было той маски Которую хочу И вообще Это все было сложно Как-то доставка Очень долго У них в принципе Нет же онлайн Доставки И вчера наконец-то Я купила Но опять же Мои маски Которые я хотела Не было И вот я купила другую Она такая прикольная Сейчас, кстати, покажу Ее надо в воде Как-то разбавлять Она какая-то На палочке Вот Кто-нибудь вообще Пользовался маской Милаш Потому что я Раньше всегда пользовалась И у меня прям Волосы Ну, учитывая, что Я их очень активно осветляла Ну, вот я раньше Блондинкой была Сейчас немножко Раньше не так давно Не так давно, да И мне, кстати, очень помогали А потом я перестала Ну, как-то думаю Что-то другое начну делать И вот у меня Как волосы высохли только И что мне пришлось Их даже отстричь Вот И я вот думаю Интересно Это вот эта связь Или другая какая-то Кстати Покажи футболку Футболку Как раз Когда пойду за маской, да? Маска реально прикольная Мне интересно Она реально работает А что тут? Не видно Ну, вот она такая Мы Это вормап Наши вязаные изделия Майка из хлопка На барную стойку залезай Футболка из хлопка Такая, знаете Перфорированная Ну, чтобы я ее не показала нормально Ну, а как я покажу ее? Видите, она такая С перфорацией Красивая такая Вот, здесь видно И рукав у нее такой длинный То есть она такая прям Футболка Футболка платья Да, прямая С разрезами Наверное, комфортно, да? В нем ходить Продувает со всех сторон Я когда Если вы посмотрите В аккаунте Вормап Я там фоткалась уже в розовой И я вот Не хотела ее снимать вообще Ходила, ходила В ней вообще классно И я попросила Связать себе Это немножечко короче Чтобы носить Как футболку Футболку с велосипедками Ну, вообще крутая И она, кстати, очень недорогая Ну, в сравнении С нашим ассортиментом Вормап Потому что у нас там Все натуральное Все эксклюзивное Поэтому Не то, что эксклюзивное Мы просто делаем акцент На качество Как на качестве пряжи Так и на качестве Отвязы В общем, вот Дайте, пожалуйста Вот такое мороженое Короче, да Такое мороженое И его надо опускать В воду Даже какое-то деление есть Я так понимаю Она мне что-то объясняла Помнишь, я к тебе За кофе в Макдональдс Торопилась Я говорю Так, быстренько-быстренько Она такая Вот до сюда доливайте Горячей водой Чуть-чуть Чтобы остывшая была Наливайте И я говорю Это на один раз Нет, это якобы На 4-5 разов Я говорю А сразу, что ли Я говорю Не до конца Растворять ее Доставать, чтобы не Она говорит Все растопить В холодильник убрать И вот это То есть ты растопили уже одну? Нет А ты не пользовалась? Нет, это вот якобы такая Не знаю Она может большой Но может она Концентрированная очень Густая, может Жидкость получится Может Но это вот на длину Чтобы увлажнить Видите, у меня Тут Ну ладно, это я Требует увлажнения Да И что-то еще хотел сказать Ты меня перебила Я забыла А еще мне Лаш нравится тем Что вот у них натуральное все И маски Это единственное Где я нашла Но есть еще при шампуне Всякие профессиональные Но вот до мытья головы Их нужно использовать Вот мне вот этот момент Очень нравится А мне нравится Своя футболка Смотри, какая красивая Красивая, да Я ее буду носить Вообще заношу все Не скромно Но нам в посте Написала одна девушка Что типа Это же ночнушка Так что Так-то пижамный стиль Он до сих пор в моде Просто не все Может быть поймут Этот стиль Ну это просто футболка Все носят футболки А вообще сейчас В принципе даже модно Именно просто длинные футболки Просто вот длинные футболки Одевать И с велосипедками Причем Даже без можно Вот просто как бы Ну это уж прям Нет, зачем Они длинные Они прям длинные Как платья Но они Фасон футболки Крой футболка Я просто уж эти Велосипедки смотрелась Там в США Все подряд носят Причем Алсу говорит Что они носят с топами их Да С открытым животом Причем не Бодипозитив Бодипозитив конкретный То есть там полненькие Девочки такие Кто-нибудь может видел Как недавно сняли Бридни Спирс И Леди Гага И Бридни Спирс Ну с Бридни Спирс Там все понятно Но вот с Леди Гага Вопросик Да Я не видела У Бридни Спирс Расстройство Я к тому что Я к тому что Нет Она ходит там Многие так ходят То есть люди Любят свое тело Я не знаю Или может забили На свое тело Может так Я не знаю То есть там нет Такого У нас же Если у тебя Не плоский живот Нет кубиков пресса То его нельзя открывать Шли это можно рассказывать Нет Ну вчера мы с тобой шли И как бы Девушки к нам Напротив нас Шли двое И ну такого они возраста 18-20 наверное Даже 17 наверное 20 И вот они тоже шли в топах Джинсы такие Не очень низкие Такие высоковатые И тоже такое Боди позитив И мы такие Солс подумали Молодцы Молодцы Классно Вот как раз пишут про футболки Закончится Мне надо вторую бобину персиковую Просто привезти Да ладно Потому что я очень жду И потом зафоткаем А вообще этот цвет мы Вот если кто подписан На вормап КЗН То посмотрите Там есть персиковом цвете Я с собакой сижу Красивая очень Футболку уже купили Красивый очень цвет Ну футболку купили Но она вообще не такая Она Но платье такое персиковое Тоже выкладывала Мы пробовали идею Мы пробовали идею И там была обычная футболка Такая с обычным вточным плечом И обычной длиной Мы просто пробовали идею С перфорацией Как машинка возьмёт Как это всё будет смотреть А ты видела сейчас Как будет полотно Потому что хлопок тоже разный Даже Я стирала уже Обе футболки стирала Тоже же мнутся То есть они теряют при носке вид Надо опять постирать Чтобы пришло Поэтому мы Из хлопка изделия В мере носе мы уверены А вот хлопок Мы решили Прежде чем Отвязать партию Мы связали Образец сигнальный Вот постирали его Посмотрели Как он после стирки себя ведёт Поносили Как он в носке Всё отлично Попа не оттягивается Естественно Потому что ширина Коленок нет Локтей нет Отсутствуют То есть Ну я считаю Вообще супер идея И цена Кстати Благодаря тому Потому что это хлопок Недорогая Правильно? Да И благодаря тому Что по-моему На машинке Не занимает много времени Работа машинки Тоже Нет От сложности И от этого зависит Но я к тому Что цена Приемлемая Да Да Вот Пока не забыла Не помню Какой показ У кого это было У нас осталось Совсем чуть-чуть Времени Прямого эфира Пять минут Максим Ну вот Ну вот В общем Показы были Сейчас кто-нибудь Может скажет Вдоль поля Вот там рож Как раз Росла Что-то там Такое Такая субкультура Какая-то Пшеница Ну показ Модных домов Показы Модели В поле делали В поле делали И там как раз Рожа Ростел Ну так красиво И вот как раз Мы эту тему Тоже поймали Не так давно Мы по полям Фоткаемся У нас Похоже Нашли какой-то Айпад Может Нет Книжки читали А не лего Наверное Лего Вот И этот А вот эту Футболку розовую Как раз Платье Мы фоткали С мужем В поле Подсолнухов Вот красиво Красиво Посмотрите Зайдите Вормап Вормап У меня ни разу Не было Фоток с подсолнухами Это первое Доросла 30 лет Наконец Если бы не выпустили Футболку Может и не было бы Вот как раз Оксана нам тоже пишет Мы на Ямайке Тоже такую картину Наблюдали У них нет комплексов Это же С одной стороны Это классно А с другой стороны Это распускает Альфетия Нет Нужно знать границу И нужно понимать Что такое Бодипозитив И что такое Ожирение Это как бы Есть граница На самом деле Об этом сейчас По-моему Все трещат Со всех утюгов Да Сейчас обсуждают Без конца Бодипозитив Вот это вот Как называется То что восстали Как они Блэк Мата Блэк Лайс Мэта Да И ЛГБТ Сообщество Ну вот сейчас Вот это у них Просто месяц Они там Я только второе Я только второе Застала И вот Вот эти три темы Они просто гремят Сейчас я не знаю Со всех пабликов Какое не откроешь И вообще Сейчас очень Вот эти вот Все социальные проблемы Очень даже Вот у ВОК Обложка У последнего ВОК Тоже обложка Вот социальные темы Что-то там С психическими больными Что-то они там поддерживают Больными Наверное неправильно говорят Психическими Вот я даже Я просто даже Не дай бог Что-то неправильно скажешь Там Все мне кажется Вот И вот все протестуют Что вот Хотя бы ВОК Хотя бы моду Оставьте нам Уже не надо нам Пичкать якобы Везде Свои Социальные Да Вопросы Вот У нас мне кажется Осталась одна минута В общем Ты сказали Наверное Все да И комментариев нет В общем Мы вернулись Я иду писать пост Мы вернулись Надеемся В полном составе Даже плюс Полный состав плюс Надеемся Что мы будем Продолжать Такие прямые эфиры И скоро ждите Обещанный прямой эфир С интересным Подтекстом Или как это сказать С интересной темой Необычной Несандартной Для нашего Для нашего Аккаунта Неделю Вообще не вязание В ближайшую неделю В ближайшие дни В ближайший месяц Обещать тяжело Потому что В общем да Постараемся Много всего планов Надо все успеть Все мы завершаем А мы как-то Пытаемся сохранить Этот эфир Или как Как это делать Сейчас мы проверим А если мы сделаем Сохранить То вдруг не выложится Всем пока Всем пока Ну вот смотри Вот сейчас я нажимаю